Мужик, оно тебя сожрёт сейчас! Мужик! А чё ты его не дожрал? Ой. Наконец-то это можно сказать. Будь здоров, а меня всё ещё зовут Павел Князич, а это проект Playtime, который уже вышел. А я, как всегда, с опозданием. Но опять же, давайте будем честны, все ждали именно моего обзора. Я ещё не до конца разобрался в этой игрушке и в этом мультиплеере. Не разобрал и не исследовал все места, которые только можно исследовать, но зато уже знаю, какие персонажи там есть и что они будут делать. В принципе, у каждого из них есть своя история, и мы её знаем. Но что самое интересное, к этим же персонажам добавили новые скины. И выглядят и действуют они совершенно по-другому. И даже пугают нас по-разному. Вроде один и тот же монстр, но персонажи-то разные. И давай, я не буду тебя томить и покажу тебе все скримеры и все смерти от персонажей, которые только есть в Project Playtime. Мы сегодня с тобой будем сильно кричать, поэтому приготовься и не наделыв штаны с испугу. Ну а также, если ты пьёшь чаёчек или ещё что-нибудь там, аккуратненько. Ведь в этом видео можно подавиться. Ко мне тут кста поступает много вопросов в Телеграме и в комментариях, а будет ли мобильное приложение для Project Playtime? Пока ещё неизвестно, но думаю, по аналогии с предыдущими главами Pop'ы Playtime всё-таки оно выйдет. Да и тем более, игра по сети. Скорее всего, они уже разрабатывают это приложение. Мобильных приложений на самом деле много, и даже есть те, на которых можно неплохо заработать. Как, допустим, в приложении Volken. Это бесплатное и безопасное приложение. Оно есть в Google Play, поэтому всё нормально. Можешь его установить, зарегистрироваться. Создаём новый аккаунт и кошелёк. Читаем правила, нажимаем «Понятно». В случае утери аккаунта или даже телефона, мы можем скопировать вот эти фразочки себе, и потом создаём наш кошелёк. А по данному промокоду ты получишь дополнительные монеты, ягоды и другие бонусы. Именно здесь ты можешь зарабатывать игровые монеты и потом обменять на реальные деньги. А чтобы разобраться в игре быстрее и быть в курсе всех дел и новостей, подпишись на канал Алекса. Его канал практически полностью посвящён этому приложению, поэтому ссылка на приложение и на канал Алекса в описании. Бабульки бабулечками, а орать по расписанию. И вот, пожалуйста, давай мы рассмотрим все наши пугалки от наших знакомых уже персонажей. И начнём мы, естественно, с Хаги, гвоздь сегодняшней программы. Все обожают Хаги-Ваги, но кто знал, что у него будет столько скинов. И поэтому мы практически будем не только пугаться от самого синего Хагиса, но и от металлического. И вот как выглядит скример самого Хуги. Ой, господи, шёл у него с глазами. И практически такие же скримеры нас будут посещать в виде других версий Хаги-Ваги. Будет разноцветный, радужный Хаги или металлический, неважно абсолютно. Но есть у нас ещё в игре легендарный Келли Вилли. Ого! Ну кто ж знал, что его добавят когда-нибудь в игру. Но как мы знаем, Келли Вилли вовсе не Келли Вилли, а всего лишь обычный скин Хаги-Ваги. Ой, и вы заметили, что здесь слишком много Хуги. Но, кстати, разница в их скримерах есть. Допустим, во звуках. Вот как, допустим, нас жрёт Келли Вилли и Кисси-Мисси. Господи, почему они настолько разные? Ну а как мы можем посмотреть на скримеры с третьей стороны? К счастью, разработчики Попы Плэйтайм нам предоставили такую возможность в Проджект Плэйтайм посмотреть на скример со стороны. И не нужно никаких взломок. Слободных камер. Просто встань напротив своего друга и смотри, как его жрут. Я знаю, я добрый. А с другой стороны, он сам стоял. Он же видел, что на него бежит огромное зубастое мохнатое чудовище. Хотя, может быть, это был шок от страха. Но это игра! Чё за пацана переживать? Или за девку? Но намного прикольнее смотреть на то, как Хаги-Ваги пытается тебя убить. Ты только глянь, как он бьёт своей лапкой. Ой, как мило. Ну, а что же там у нас с мамочкой длинные ноги? Она у нас тоже имеет несколько скинов, ну а следовательно, несколько видов скримера. Как же на нас кричит мамка? К слову, чтобы на тебя наорать, любой, абсолютно любой монстр, кем бы он ни был, мамочкой, папочкой, Хаги-Ваги, он должен тебя несколько раз покоцать. Ну, то есть ударить. Скример делается не сразу. У тебя всё-таки есть шкала жизней. Ну так вот, если Хаги-Ваги нас бьёт своей лапкой, кусает, то мамочка уже не только нас может пошлёпать, но ещё и замотать в паутинку. Или стрельнуть ей. Только, блин, я до сих пор чё-то не понимаю, из какого места она стреляет. Она чё, блюёт этой паутиной? Ну, как ты видишь, скримеры у маманьки практически одинаковые, несмотря на то, что она одевается в Терминатора, Мамонатора, или вообще превращается в Кракена. Но есть у неё один особый скин, как, допустим, в случае с Хаги-Ваги, у которого есть Килли Вилли. Дружочек-пирожочек, ты уже догадался, это скин папочки. Мамочка меняет пол и становится папочкой. За что? Ну, хотя бы так мы сможем поиграть вместе с усатым длинноногим в шляпочке МОНСТРОМ! Папа у нас тоже умеет бегать по потолку, по стенкам и стрелять паутиной. Ну, а чем же тогда скример мамочки отличается от мужского папочкиного скримера? Только усами. Видимо, крик у них это семейное. Нет, я, конечно, всем доволен, но только в модах или даже в фанатских видео, где просто меняли скин. Хотя бы голос, что ли, грубее делали. А тут на скримера у нас папочка какая-то истеричка получается. Но все равно страшно. Все-таки они монстры, орать могут как угодно. Да и тем более это всего лишь скин. Под элегантной шляпой и усами скрывается мистер мистер транс 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 сер вай лар Хе-хе-хе-хе, Ну, у нас есть еще третий монстр, это бокси бу. Его-то многие и ждали. И он имеет все те же способности, о которых я говорил перед выходом Project Playtime'a в своих прошлых видосах. Он умеет легко прыгать, далеко прыгать, пружинить, также он царапается и еще жрет. Но жрет он только тогда, когда он тебя уже в конец-таки доцарапал. Никогда еще не видел, чтобы бургер жрал кого-то, а не наоборот. Но после этого ты точно не скажешь, что... Бургерки, говно! Кажется, я нашел нового охранника. Кстати, а что если в будущем франшизы хорроров с ожившими игрушками и аниматрониками выйдут из тренда и моды и их заменят франшизы с ожившей едой? И если такое произойдет, знайте, откуда ноги растут. Кстати, неплохая идея. Ну а так-то еще Бокси Бу у нас имеет и металлическую версию, и новогоднюю, и даже женскую. Не только мамочка у нас любит переодеваться в мужчину, но еще и в Бокси Бу, но только в женщину. Ну ладно, если интересно, вот как выглядит его обычный скример. Все, этого достаточно, чтобы понять по аналогии, как выглядят остальные версии. Однако этот мир страшных игрушек нас не отпускает, потому что вообще-то здесь есть еще одни скримеры. И нет, я не про разные виды этих монстров, которых мы уже разобрали. Я как бы уже их показал, пусть и не все, но скинов там слишком много. А так-то скримеры практически одинаковые, только немножечко меняются голоса, но где-то не меняются. Вообще, я сейчас говорю о скримерах от дополнительных монстров, за которых мы не можем играть. Это скримеры маленьких Хаги. Вот же жесть, этих маленьких засранцев снова добавили. Ну, культовую мини-игру с маленькими Хаги мы точно не могли пропустить здесь. Разработчики бы нас оставили без единого шанса сдохнуть от маленьких Хаги. Опять башку сворачивают, как так? Хотя, подожди, они нам не сворачивают башку, они просто нас жрут. Во второй голове попы плейтайм у них не было зубов, они даже рот не открывали. И выходит так, что жрать они нас не могли. И что они делали? Сворачивали нам башку, здесь же у них прорезались зубки. Как мило. Эти детки так быстро растут, теперь они нас смогут грызть. Ну, кстати говоря, несмотря на всю забагованность игры, скримеры здесь намного качественнее, чем в предыдущих главах. Если только за мини-хуги говорить, но здесь-то точно редко баги будут происходить, поскольку это запрограммированные существа, а не отдельные игроки. Ну что ж, а какие скримеры тебе понравились больше всего и какой показался тебе самым страшным? Напиши об этом в комментариях. Ну и не забудь подписаться на мой канал, если ты этого еще не сделал. Нажми на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мою группу во Вконтакте, на мой телеграм-канал и на мой Яндекс Дзен тоже подпишись, все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями и у себя на странице и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос. Субтитры